Жатва в разгаре. Сколько хлеба в закромах? Как прошел первый день досрочного голосования? Об этом расскажем. Но позже. Ведь главная тема сегодня – послание президента к народу и национальному собранию. Событие без преувеличения долгожданное. С апреля его сдвинула пандемия. Мировая экономика еще не оправилась от шока. Делать прогнозы непросто, но и без генеральной линии государство не может развиваться, особенно в электоральный период. В Беларуси выработали четкую программу развития на ближайшие пять лет. Но в историю послание войдет не только этим. Пожалуй, столь эмоционально Александр Лукашенко еще не обращался к народу и парламенту. В ситуации, когда обстановку в стране пытаются раскачать словно лодку, президент призывает здраво оценить все риски, не поддаваться на провокации ни в реальности, ни в интернете. На информационном поле идут сражения за национальную безопасность, и у беларусов нет права на ошибку. В этом президент убежден. Александр Лукашенко призывает решать будущее страны не на площади, а на избирательных участках. Об угрозах, осязаемых и виртуальных, и в беларусском пути развития. Тезис и послание у Игоря Тура. Послание президента, народу и парламенту – традиция для суверенной Беларуси. За несколько недель до знаковой даты и в экспертном сообществе, и в обществе в целом рождаются предположения, о чем в этом году будет говорить Александр Лукашенко, где расставит акценты. Ну, в первую очередь, это, конечно, экономика и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Успокоение настроений в обществе, которое сегодня витает, перспективы развития нашей страны на ближайшую пятилетку. Мнения среди двух с половиной тысяч приглашенных были разными, но все же правы оказались те, кто ставку делал не столько на стратегические цели, они-то всем хорошо известны, а на оперативные задачи. Время сейчас такое. От нескольких недель зависит будущее страны. В жизни каждого государства и всего мира в целом происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. Чтобы понять, что происходит с нами, надо понимать, что происходит вокруг нас. И не сказать, что только у нас такая ситуация. Весь мир сейчас в напряжении после пандемии. Другое дело, что в Беларуси это еще и усилилось в электоральную кампанию. Возросла агрессия не внутри страны, а вокруг. Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными. Не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете. И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять с нами все более предметный интерес. Но, кстати, путь Беларуси в борьбе с COVID-19, возможно, сейчас и спасает нас от политических и экономических потрясений. Ведь после карантина и остановки предприятий выдержать давление было бы куда сложнее. Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Но какое давление было вначале? Шаблонные для всех стран рекомендации. Немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, уже сегодня меня на это я пойти не мог. И вот после пандемии пришло время делать выводы, продолжает президент. И речь не только о выводах для системы здравоохранения. Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам. И простите меня за это выражение, доверять власти. Выводы будут и в экономике. Зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. В стратегии решение этой проблемы уже заложено. Не менее важно, если по-простому не питать иллюзий. Можно бесконечно проводить партнерские переговоры. Но закончится все фразой «это просто бизнес». Много сегодня говорят о том, в том числе и наши альтернативщики, что к нам хлынут инвесторы извне. Давайте посмотрим это с реальных позиций. Валовый внутренний продукт США упал на 33%. ВВП Германии сократился на 12%. Куда пойдут деньги? Конечно, на восстановление своих стран. Не будьте наивными. Они останутся дома. Мы. И только мы сами сможем себя спасти. Что касается бизнеса, государство будет помогать, но лишь истинным предпринимателям, которые начинали с нуля. Они же помогут равномерно развивать регионы, чтобы в глубинке было не хуже, чем в больших городах. Работы достаточно всем. Коронавирус ясно показал настоящую цену торговым правилам и обязательствам. Все на них наплевали вплоть до открытых конфронтаций, защищают своих производителей. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время. Но никакая защита не поможет некачественным товарам. Чего бы там ни стоило, надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. Но тяжелый труд, возможно, чуть сложнее поддается пиару в массы, чем призывы к каким-то мгновенным реформам. С той лишь разницей, что труд приносит результат всем и всегда, а реформы неизвестны никогда никому. Почему госпредприятия всем так мозолят глаза? Если наши кандидаты или вечные эксперты и экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форума, знают рецепт, как без социальных взрывов по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать. Предприятий предостаточно крепких. Выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. И задачи для тяжелого труда нужно ставить реалистичные, а не те, которые просто нравятся. Зарплата вдвое за 5 лет, а не в 10 раз пенсии. 40% от средней зарплаты инфляции не нулевая, а в пределах 5%. Это выполнимо, особенно если к общему делу активно подключится молодежь. Юноши и девушки, конечно, сейчас прогрессивные, потому что с рождения независимы в мыслях. Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как никакой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили. Не будь рабом. Мы народа не народец. Не дай украсть свой голос. Легко запоминается, легко произносится. Услышал и сразу понес массы. Не надо осмысливать. А осмысливать нужно. К счастью, почти всегда, всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом. Именно от молодежи во многом зависит, каким будет будущее страны. Но ведь от старших поколений зависело, какая будет молодежь. Она неоднородна в мечтах. Но снова ни одно краткосрочное действие, даже самое яркое, не принесет результата. Нужен долгий труд. И те, кто под действием эмоций и, возможно, убеждений, стоят в цепочках солидарности за ощущением некой внутренней свободы, и те ребята, которые давали присягу, все они наша молодежь. За вами будущее. Но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Сейчас всем нужно обратить внимание на то, что происходит. Мир давно вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. Вошел через социальные сети и мессенджеры. Современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, что самое опасное. Он даже не замечает, что становится объектом манипуляции. Цель – стравить людей друг с другом, обмануть, напугать. Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Не получится. Мы с вами 25 лет шли и нам завидовали. Почему? Потому что от президента до крестьянина мы были единым целым. И как только разбогатели некоторые, простите, уже не популярно перед выборами, как только уже в кармане что-то появилось, мы уже побежали, начали кричать, нам хочется больше. Да мешают, да старый президент не дает работать и прочее. Успокойтесь. Александр Лукашенко говорит о том, что угроза не внутри страны, не ее граждане, каких бы взглядов они не придерживались. Опасность снаружи. Дома же мы всегда можем услышать друг друга, понять и договориться. Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с основного закона. Да, в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституции передать другому? Я не святой. У меня есть все. И хорошее, и плохое. Но вы меня знаете. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святая. Все. Остальное забудьте. Права на ошибку у вас, белорусы, нет. И сейчас за тем, как поступят белорусы, следят народы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, братских России и Украины. Ведь если белорусы рухнут, они следующие. Но глава государства уверен, наш народ сможет выстоять. И к врагам Беларуси в эти минуты обращается не президент, а патриот. Любой патриот, любого возраста, любой должности. Все мы сегодня готовы Родину защищать перед внешней угрозой. Страну мы вам не отдадим. За нами Беларусь. Чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая. А любимую не отдают. Игорь Тур, Виталий Гончарик, Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. Яркие и убедительные слова Александра Лукашенко не оставили в зале равнодушных. Даже те, кого журналисты привыкли видеть сдержанными и собранными, в этот раз не пытались скрывать эмоции перед камерами. То, что исходило с УС-президента, это шло от души. Это невозможно было спокойно слышать. Это надо разделять то, что человек говорит. Чувствовалось, что президент, как человек, очень сильно переживает и за Беларусь, и за будущее страны. Для него это очень важно. Для него это не просто небезразлично, для него это сама жизнь. Теперь только вперед. На эмоциях идеологически таки заряжены только вперед. К победе и к светлому будущему нашей страны. Глава государства поставила четкие и понятные задачи. Это, в первую очередь, рост благосостояния нашего населения. Она неизменна на протяжении многих лет. И это самое главное, это говорит о нашей последовательности в принятии решений. Для нас, для беларусов, очень важно, чтобы наш глава государства был такой, который будет создавать и далее сильную страну, сильный лидер. Я тоже человек эмоциональный. И когда про нашу родину, про нашу судьбу говорится именно в таком ключе, в такое судьбоносное действительно время, это дорогого стоит. Телеверсию послания президента народу и парламенту смотрите на ОНТ сегодня в 9 вечера. Говоря об избирательной кампании, глава государства отметил, каждый, у кого есть право голоса, должен иметь возможность поучаствовать в выборах. Сегодня стартовало досрочное голосование. Участки открылись по всей Беларуси еще в 36 странах. Как прошел первый день, следили наши корреспонденты. Каждый совершеннолетний беларус может отдать голос за одного из пяти кандидатов в президенты Беларуси. Сделать это можно досрочно, не дожидаясь воскресенья и не жертвуя личными планами. Участки открыты ежедневно с 10 утра до 14 часов и с 16 до 19. Как показал первый день, урны заполняются довольно активно. Выбор у нас назначен основной на 9 августа. Это летний период, когда в основном наши жители стараются выехать куда-то на дачу, отдохнуть. Поэтому активно используют это время до срочного голосования и приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Больше людей на участках ожидают ближе к вечеру. Правила остаются неизменными. Бюллетень выдают при предъявлении паспорта или другого документа удостоверяющего личность. Это может быть военный билет, служебное удостоверение работника госоргана, водительские права или студенческий билет. Правом до срочного голосования пользуются самые разные люди. Ведь неравнодушие каждого сейчас залог общего будущего. Мне в частности очень удобно, так как в основной день голосования я буду занят, буду осуществлять как раз наблюдение на избирательных участках. Поэтому я пришел сегодня и проголосовал за того кандидата, который считаю правильным. Как говорится в пословице делай сегодня, не откладывай на завтра. Поэтому очень приятно, что есть такая возможность сделать свой выбор заранее. Мне очень не нравится то, что происходит и так как стравливают людей друг с другом, это неправильно и так не должно быть. И когда людей призывают выйти на улицу, мне всегда хочется задать вопрос, кто несет за эту ответственность. Мне ближе стабильное и мирное небо в моей стране. Поэтому я думаю, тут очевидно и понятно. В Беларуси открыты более пяти с половиной тысяч участков. Более сорока пяти тысяч наблюдателей будут следить за тем, чтобы голосование проходило без нарушений. Для наблюдателей организованы достаточно удобные места для проведения наблюдений. Нету препонов, нету запретов на желание выйти, допустим, всякие бывают моменты, то есть никто никого в дверях не держит. Досрочно голосуют и за пределами Беларуси. В 36 странах образовано 44 участка. По три участка в России и Польше, по два в Латвии, Германии, США и Турции. Они расположены в зданиях белорусских посольств и генконсульств. Время и правила работы такие же, как и на территории Беларуси. Но поход на участок на последние часы лучше не откладывать. К примеру, в странах Евросоюза действуют довольно строгие ограничительные меры в отношении массовых мероприятий. Их обязаны соблюдать и участники белорусских выборов. Маска и социальная дистанция, среди прочего. Мы ожидаем на территории участка порядка 100-150 человек и активность избирателей ожидается повышенная во второй половине дня 9 августа. Поэтому мы призываем, приглашаем избирателей проголосовать по возможности досрочно. Какими красками будет написано будущее, Беларуси выбирают и в России. По данным последней переписи, в стране постоянно живут более полумиллиона белорусов. Избирательные участки сегодня открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Одними из первых, как правило, голосуют дипломаты и сотрудники посольства. Но есть и те, кто голосует досрочно по личным причинам. Хорошо, что есть возможность проголосовать заранее. В основной день не смогу, у меня свадьба. Я, к сожалению, не смогу 9-го приехать, поэтому пришла. Первый же день голосования. И на самом деле, несмотря на то, что 13 лет я проживаю в Москве, очень скучаю по своей родине и считаю, что родина была, есть и остается всегда с нами в сердце. Чтобы при голосовании был учтен голос каждого, напомним основные правила. Важно поставить любой знак в пустом квадрате только за одного кандидата, либо в графе против всех. Бюллетень, в котором знак поставлен несколько раз или не поставлен вовсе, признается недействительным. Все, кто уже принял участие в голосовании, провели на участке не больше пары минут. Несколько минут вашего времени и выбор, который решит судьбу нашей страны на ближайшие пять лет. Анна Волковец, Светлана Корульская, Руслан Поддубский. Наши новости ОНТ. Завершающая стадия избирательной кампании стала главной темой встречи Александра Лукашенко с губернаторами, мэром столицы и помощниками по областям и Минску. Она состоялась во дворце независимости во второй половине дня. Более 5800 участков к работе готовы. Президент напомнил, что основной день выборов 9 августа не только повод выразить гражданскую позицию. Люди воспринимают его как праздник. Такую атмосферу необходимо создать и в этот раз одновременно обеспечить ей безопасность. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пришедшие на избирательный участок предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу обратить на это самое серьезное внимание. А по фактам, если есть какие-то хоть малейшие подозрения, я попрошу нашу милицию, комитет госбезопасности жесточайшим образом реагировать. Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления и прочее насилие должны пресекаться на корне. У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. И особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще и люди, которые болеют коронавирусом. Надо помочь им проголосовать. По их желанию, чтобы они могли сделать свой выбор. В целом, по мнению Александра Лукашенко, не помешает лишний раз попросить людей прийти на выборы и исполнить гражданский долг. Что касается наблюдателей, их аккредитовано 45 тысяч. Фактически рекорд. Есть зарубежные представители, кто не побоялся пандемии и откликнулся на приглашение. Впрочем, выборы Беларусь проводит в строгом соответствии с национальным законодательством и в интересах народа. Также на встрече обсуждалось уборочное. Урожай в этом году хороший, его надо сберечь. Кстати, жатва приближается к экватору, обмолоченной чуть меньше половины площадей. 3 миллиона 763 тысячи тонн зерна собрали хлеборобы. В лидерах Брещена там вплотную приблизились к миллиону тонн. Могилевская и Витебская области в силу объективных природных обстоятельств только включаются в процесс. Там убрали меньше трети посевов.